Поговорим больше о незащищенности. Когда мы ищем свое самоопределение, то мы имеем дело с незащищенностью. Правильно, да? Правильно. И когда вы видите незащищенность, то не позволяете себя чувствовать неуверенно, потому что все равно это хороший знак. Потому что, возможно, определенную незащищенность вы не увидите до тех пор, пока не совершите ошибку. Но теперь, когда мы проходим это учение, я надеюсь, что вы поймете, что происходит внутри вас. И когда вы увидите незащищенность внутри себя, то доверьте ее в молитве. Просите Бога, чтобы Он показал, почему вы отвечаете или реагируете таким образом. Откуда берется эта незащищенность? И Бог поможет вам. И Господь исцеляет нас у самого основания, в корне. И чем больше исцеляет Он нас у корня, тем больше меняется наш характер. Это автоматически происходит. Иначе по-другому вы проводите всю свою жизнь, пытаясь действовать или реагировать правильно. Но это забирает очень много энергии и сил. И вы обнаружите, что не так уж и получается, на самом деле. И поэтому, например, апостол Павел говорит, что что знаю правильно, то не делаю, а то, что неправильно, делаю. То есть нам не нужно в первую очередь исправлять поведение, а нужно позволить Богу и попросить Его показать то, что внутри, то, что в корне. И я переживал исцеление в своей жизни. И многие сферы, в которых у меня были проблемы, эти проблемы исчезли. И характер поменялся. Не значит, что я стал идеальным, потому что у меня было много злости внутри. Были моменты, когда я был зол или очень сильно зол. Но это было очень редко, на самом деле. Но был период в жизни, когда я был постоянно злым. Какие-то мелочи происходили, а меня это злило очень сильно. И откуда бралась эта злость? От боли. От незащищенности. И когда Бог начал меня исцелять изнутри, то эта злость прошла. Я не злюсь постоянно. Произошли изменения автоматические внутри. Но если я бы проводил всю свою жизнь, пытаясь контролировать свою злость, я бы остался таким же самым. Ничего бы не изменилось. Я бы старался стать хорошим человеком. Очень сильно старался. Но Бог исцеляет нас. И когда мы служим людям, нам нельзя сосредотачиваться на их характере. То есть, на их поведении. Они будут делать неправильные вещи. Они будут принимать плохие решения. Они часто могут злить вас, или будут делать вещи, которые разочаровывают вас. Но нам нужно быть как Отец Наш Небесный. Нам нужно любить, безусловно, людей. Иногда поведение, конечно, подразумевает, что у нас есть границы в отношениях. Например, в браке. Если у жены муж, который ее избивает или унижает, ей нужно выстраивать какие-то границы. Любовь к мужу не должна проявляться в том, что она будет позволять унижать ее. Поэтому нужно, конечно, выстраивать, как бы, правильные границы, что позволительно, а что непозволительно. Но это не означает, что нужно бросать эти отношения. Все равно есть любовь к человеку. И здесь очень нужна благодать Божья. Но также нужны эти границы. Что здраво, а что нет. И когда человек очень незащищен, они хотят чувствовать себя защищенными. А чувствовать себя защищенными значит контролировать. Если я контролирую все, и все делает, что я хочу, чтобы они сделать, то я чувствую себя защищенными. Чем больше лидер контролирует, тем меньше он защищен. Мы видим, например, как есть родители, которые чересчур контролирующие. Это из-за страха. Страх заставляет нас контролировать. Я боюсь, что ты примешь неправильные решения, и поэтому я буду контролировать тебя. Это нормально, когда дети очень маленькие. Но когда дети вырастают, они должны учиться ошибаться. И они должны знать, что их все равно любят. И когда происходит ошибка, то опять же приглашение к тому, чтобы научиться извлечь урок, чтобы они были опытными. И зрелыми. И Бог поступает так же с нами. И хорошие лидеры делают то же самое в отношении тех людей, которых они ведут. Нужно давать возможность или разрешение даже людям на ошибку. Как я вам сказал вчера, когда я учусь людям и веду людей, то я им объясняю, что я ожидаю, что вы совершите ошибку. Нормально. Не прячьте это. А если вы что-то неправильно сделали, совершили ошибку, давайте извлечем из этого урока. Почему так произошло? Что мы можем из этого извлечь? Но если меня контролирует страх, незащищенность, мне нужно контролировать людей вокруг меня. И поэтому я манипулирую. Есть два вида манипуляций. Активная манипуляция. И пассивная манипуляция. Поговорим о различии между активной и пассивной. Что такое активная манипуляция? Это означает, что даже самая мелочь должна быть сделана так, как я хочу. Например, можно сделать какое-то дело тремя способами, но оно должно быть сделано именно так, как я хочу, чтобы оно было сделано. Мы таким образом не позволяем людям сделать дело по-другому. Другими словами, мы активно манипулируем людьми. И мы используем гнев, чтобы контролировать их. Вы сегодня не делаете то, что мне нравится. Вы ходите туда-сюда, когда я учу. Поэтому я очень злюсь на вас. И что после? Когда в следующий раз вы начинаете что-то делать, что мне не нравится, я смотрю на вас, и вы уже знаете, о-о-о. Вот приходит гнев. И вы начинаете делать то, что я ожидаю. Потому что вы знаете, что сейчас произойдет. И я вам сейчас преподаю. Таким образом я тренирую человека. Я сейчас посмотрю на вас, и вы будете делать, что я хочу. А если вы не сделаете, что я хочу, то я очень разозлюсь. И я иногда вижу детей в магазине, которые очень хорошо набрессированы родителями. Мама, мама, я хочу вот это. И мама говорит, нет, и идет дальше. И ребенок начинает громко кричать. И мамы, то есть дети дрессируют родителей. Мама такая, у нее начинается паника, и она дает ребенку то, что он хочет. Ребенок дрессирует маму и говорит ей, что делать. Иногда люди пытаются контролировать вас. И они используют злость или гнев. Также угрозы. Если не будешь делать так, как я говорю, вот те последствия. И они, ну, таким образом может прийти наказание, как бы. Но это тоже контроль. Когда у вас есть отношения, и в этих отношениях вы себя чувствуете незащищенными, или у вас внутри есть незащищенность, и вот эти вот модели поведения вы приносите в эти отношения. И вот этот брак, или отношения, или парень, или девушка становятся нездоровыми. Потому что они учатся действовать правильным путем, но приносят манипуляции. И в церкви также работают иногда такие агрессивные манипуляции. Я использую свою позицию или духовные дары, чтобы контролировать. Я пророк. И иногда я говорю вещи, которые случаются действительно. В прошлом мае я был в Германии и пророчествовал многим людям. То есть, год назад. И когда я приехал в этот раз, они уже все ждали и хотели, чтобы я им пророчествовал. Потому что вещи, которые я им пророчествовал, они действительно сбылись. И Библия говорит, что можно отличить истинного пророка от ложного путем того, произойдут ли вещи, которые пророчествовал или нет. Если люди пророчествуют, и ничего не происходит, это не пророки. Они могут быть учителем или пастырем, но не пророком. И что люди делают, которые не правы пророки, они просто продолжают снять больше и больше пророком. Они продолжают снять новые пророки. И все забывают, что они сказали, что не случилось. И такие люди, которые пророчествовали, ничего не сбылось, они дают еще другие пророчества, чтобы те забыли предыдущее пророчество и обращали внимание уже на эти. Но, секундочку, в прошлый раз пророчество год назад и ничего не сбылось. И вот почему иногда Бог называет верующих овцами. Потому что овцы наиболее как бы, ну, развиты умственно. А, потому что, извините, овцы, они вообще не умные. Ну, и мы часто вот такие вот барашки. И, скажем так, я пророчествую, и это сбывается. То есть, вот, я пророчествовал в Германии, потом приехал снова, и они уже, они более заинтересованы в том, что я говорю. И в такой ситуации я бы мог их контролировать, если бы хотел. То есть, ну, вещи, которых я пророчествовал, они сбылись, они теперь меня внимательно и слушают. И многими можно манипулировать очень легко. Правильно? Поэтому нужно испытывать все, что люди говорят, Библия нам говорит. Даже хороших пророков. Потому что хорошие пророки могут тоже ошибаться. Нам нужно быть очень мудрыми. Иногда нам люди говорят слово от Бога, и это правильно. И после этого мы думаем, что все, что они говорят, это истина. Никто из людей не говорит истину всегда. И Ишуа говорит, посмотрите на плоды на деревьях. И когда человек, у него сердце служит, а не портит людям жизнь, то обращайте внимание. Но некоторые люди хотят, чтобы люди следовали за ними, чтобы подпитывать их эгоизм. Чтобы взять ваши деньги. Или еще что-то. Итак, духовными дарами можно манипулировать. Итак, это активная манипуляция. Теперь пассивная манипуляция. Итак, когда я не защищен, я чувствую, что нужно контролировать. И чтобы чувствовать себя в безопасности, мне нужно чувствовать контроль. И я могу быть искушенным, чтобы манипулировать. Итак, активная манипуляция, пассивная манипуляция. И какие же виды пассивной манипуляции? Первое. Я не могу получить от тебя то, что мне нужно, поэтому я стану жертвой. Я встречал многих людей, которые ведут себя как жертва. Я не отвечаю за то, что происходит в моей жизни. Особенно за плохие вещи, потому что у меня плохая удача. У меня очень грустная и печальная жизнь. И послушайте вот о моих последних проблемах. И когда вы находитесь в окружении таких людей, всегда есть проблемы. Есть всегда нужды. Я всегда жертва. Что они делают? Они вас контролируют. Они манипулируют вами. Потому что таким образом они пытаются заставить вас делать что-то для них. Потому что вы начинаете за них переживать. Вы начинаете себя чувствовать виноватым, потому что у вас все хорошо, а у них все плохо. И ты мне должен дать то, что есть у тебя. Это пассивная манипуляция. Другой вид, как используется пассивная манипуляция. Я не могу получить от тебя то, что мне нужно, поэтому я скажу, что ты причинил мне боль. Много это вижу в американской культуре. Если вы кому-то приносите вред или обижаете кого-то в американской культуре, то вы тогда обязаны сделать все, что они хотят. И люди могут это использовать, чтобы контролировать вас. Ты сделал мне больно, а теперь будешь делать то, что мне нужно, то, что я хочу. Но это очень субъективно. И в тот день, когда Ишуа сказал, что пейте мою кровь и ешьте мою плоть, они очень сильно обидели их. Они почувствовали злость, обиду и разочарование. У них могли быть такие мысли, что к нам неуважительно относятся. Другой вид, как используется пассивная манипуляция, это, ну, они пытаются быть кошкой. Кошка. Ну, такое животное есть. Мяукает. Такая, как собака, только кошка, если кто-то не знает. И что кошка делает? Кошка идет и садится в углу, сама по себе. Такая важная. Я не пойду туда, где меня не видно. Но я отделю себя чуть-чуть от группы. Настолько, чтобы все увидели, что я не совсем счастлив. Я вот подаю вам сигнал, ребята, я учу сейчас вас, что я тренирую вас, дрессирую. Когда я вот чуть-чуть отделяюсь от группы и сижу сам по себе, то я, ну, я недоволен. Сегодня я кот. Посмотрите все на меня. Теперь вы знаете, что нужно делать. Придите и спросите, что не так. И я вам скажу, что вам делать. Это другой путь, как люди манипулируют. Теперь мы, сейчас мы все улыбаемся, потому что каждый из нас делал такое, да? Правильно? Есть кто-то, кто так никогда не манипулировал? Если у вас есть незащищенность, то так вы выживаете. Это нормально, это естественно. Это так в мир устроен. Это так в отношениях происходят. И что Бог хочет в этой ситуации показать, это незащищенность. Исцелить эту незащищенность. Чтобы у нас были нормальные взаимоотношения. Нам не нужно заставлять людей делать то, что мы чувствуем, что мы хотим, чтобы нам сделали. Мы становимся защищенными в Божьей любви к нам. Я не нуждаюсь в подтверждении от людей. Я не нуждаюсь в контроле. Если люди делают вещи, которые я не люблю, то все равно. Я не нуждаюсь в контроле. Мне не нужно ждать, что всем будет нравиться то, что я делаю. Другой способ пассивной манипуляции. То есть, когда утаиваешь в себе обиду. То есть, например, ты не даешь мне то, что я хочу. И я типа тебя не замечаю три дня. Когда ты в комнате вижу тебя, я прохожу мимо, как будто бы тебя нет. Если это какая-то незначительная вещь, которая не понравилась, я игнорирую тебя денек. Но если ты что-то натворил уже, то, наверное, больше трех дней, ты для меня пустое место. И таким образом, опять же, дрессируют друг друга. Привет, дорогой! Я тебя не вижу. Ла-ла-ла, я в домике. У-оу! У-оу! Что-то не так. Вместо того, чтобы состоялся нормальный разговор или общение, в здравом, здравом путем, чтобы разрешить этот конфликт, мы используем манипуляцию. Я не буду с тобой милым несколько дней. Ну, как я говорил тоже, например, когда в церкви это произошло, что пастырь к нам недобр, поэтому десятины давать не будем. Как же отвечать на манипуляцию? Реагировать. Кто-то хочет сказать? Как отвечать на чужую манипуляцию? Ну, я верю, что один из способов действительно не реагировать. И можно прибавить к этому, ну, по поводу любви, что все равно оставаться добрым и любящим к этому человеку. Но я не позволю тебе манипулировать мной и не дам тебе то, что ты хочешь. Потому что если я дам тебе то, что ты хочешь из-за твоей манипуляции, то значит ты подумаешь, что это способ нашего общения. Итак, вот в чем смысл. Когда вы видите манипуляцию, это потому что есть незащищенность в вашей жизни. И это снова становится возможностью для вас, чтобы расти. Когда вы это видите, то молитесь и просите, Боже, помоги мне и объясни, как мне жить с этим, и что мне делать в жизни с этим. В чем страх? И когда вы начинаете разбираться со страхом, вы заменяете страх истиной. И поэтому у вас больше не будет нужды контролировать или манипулировать. Что такое колдовство? Колдовство, по сути, это дух контроля тот же. Люди используют духовные вещи, духовные силы, чтобы попытаться контролировать других людей. Но в итоге это та же самая вещь. Это дух контроля. Если мы хотим быть хорошими лидерами, нам стоит служить людям, но не контролировать их. Нам нужно доверять Богу, который будет работать в их сердцах. И по правильным причинам они будут делать то, что должны делать. Но это значит тоже, что мы должны дать людям свободу совершать ошибки. То есть, это значит, что иногда будут проблемы. Но это все нормально. И это учение для всей группы. Вы учите это в своих группах, в своих семьях. Чтобы была правильная атмосфера, атмосфера обучения. Не для того, чтобы была атмосфера контроля или страха, но чтобы была атмосфера обучения. Вот там, в такой атмосфере, люди будут расти. И будет радость. Самое лучшее, что я здесь вижу, это когда вы смеетесь. Потому что, если вы придете в место, где очень много страха, там люди не смеются. Много очень контроля. Я был в церквях, где дьяконы были из КГБ. Ну, как КГБ вели себя. Они были там не для того, чтобы служить в церкви. Они были как тайная полиция, которая наблюдала за каждым человеком. Контролировала. Мафия. Церковная. Духовная мафия. Я был в одной стране и преподавал в библейской школе. И я преодолел большой путь, чтобы приехать туда и учить там. И я вошел в двери, и меня встретили как КГБ. You have permission to be here. У тебя есть разрешение быть тут? Ты кто? Я просто пришел, меня пригласили учить. О, ну, заходите, милости просим. Сразу добрые такие становятся. А, и знаете, о чем я учил там? О духовном КГБ. И я смотрел им в глаза. И говорил о контроле. Нужно людям почухать, где чешутся. Аминь? Я не боюсь людей. Почему? Потому что, что мы говорим, что хороший лидер здесь, чтобы привести вас к будущему. Что такое? Я не говорю, что это были плохие люди. Они не были плохими людьми. Но они любили контролировать. И это вызывало незащищенность и страх. Все, кто-то есть вопросы по жизни? Окей, какой вопрос? Окей, но... Что мы должны делать? Когда мы будем kind к людям, и мы пытаемся служить их. Но в нашей ministry к ним, они пытаемся manipулировать нас. Ну, то, что я сказал, не нужно позволять им манипулировать. Не надо делать все, что они хотят, чтобы ты делаешь. Был человек, которого я посещал, и он не имел возможности передвигаться. И я его выводил из дому. Ну, как бы у меня вообще дела были, но в принципе я хотел навестить его. И хорошее было общение. И все это время он пытался меня заставить чувствовать себя виноватым, потому что меня не было до этого с ним. И вместо того, чтобы благодарить меня, или быть просто благодарным за то, что я пришел и навестил его, он жаловался, типа, почему ты не был здесь в прошлой неделе. Ну, я, мне еще было тогда тридцать, и я не был такой опытный, и на следующей неделе приехал к нему опять. И спустя какое-то время я каждую неделю его посещал. Я других не посещал каждую неделю. А у меня было много ответственности. Но у меня было небольшое такое чувство вины. Да, нужно его навести. А потом начал жаловаться, что я не посещаю его больше, например, два раза в неделю. А потом я начал кое-что осознавать. Неважно, сколько я ему буду давать, для него всегда будет мало. И когда у кого-то есть дух контроля, услышьте меня. Вы никогда не сможете им дать достаточно. Потому что они полны незащищенности и страха. И если вы будете делать то, что они хотят, они захотят еще больше. Если они контролируют вас в определенных решениях, они попытаются контролировать вас во всем, в каждом решении. Ко мне пришел однажды пастор, бывший пастор церкви, и сказал, что он ходил по домам своих прихожан, и заглядывал в окна ночью, проверяя ли они не грешат там. Так, чуть-чуть, ну, на дурку смахивает, да? Может, он пил много. В смысле, может, они пьют много. А может, они смотрят какой-то фильм, с которым я не согласен. Опа, подошел в окошечко. Это похоже чуть на контроль, да? Так, слегка. Еще вопросы? Ну, вопросики. Окей, что говорит к вам, что я говорю? Есть ли какие-то вещи, которые говорят именно к вам сейчас? Это полезно вам? Помогает? Хорошо, хорошо. А, вот, there is a question. Ну, давайте выговоритесь, а потом я переведу. Еще варианты. А если брат, еще, давайте, варианты. Все? Все высказали? Так, по порядку. Окей, now there are just discussion, huge discussion. TV show, Oprah. Oh, okay. Is there a question? Yeah. No, there is a question. Like, when some person is trying to manipulate on us, should we let him know that he's manipulating or he's trying to manipulate or he's trying to manipulate or we should just avoid talking to them or just keep in touch? If a person is open to learning and being taught, then teach him what I'm teaching you now. Ну, зависит от человека. Если человек открыт на то, чтобы ему говорить о манипуляции, то расскажите о том, о чем я сейчас вам рассказываю. Многие люди не такие открытые, но есть люди, которые все же открытые на это. И можно сказать, что это контролирует, и можно, например, сказать, что ты контролируешь, потому что ты что-то боишься. И можно задать вопрос, какой страх в тебе, чего ты боишься по-настоящему. И на этом можно построить очень хорошую беседу. Очень здравую, и в этом, по сути, и заключается совет или консультирование. Ну, это хорошая вещь, если получится так сделать. Но если человек не открыт на это, you know, like I was telling you, this man who wanted me to always visit him, it wouldn't have done any good to talk to him about his control. Ну, как вот у человека, который мне сейчас вам рассказывал, которого я посещал, ему, ну, он вообще, с ним не было смысла говорить о контроле. Поэтому я просто перестал посещать его. Потому что ничего хорошего из этого не получал. Это была трата времени. Завтра принесем скотч и замотаем вам обеим лица. Нет, на самом деле, это хороший вопрос. Потому что это подходит к любым отношениям. Об этом я и говорю. Я говорю о мужьях, женах. Парнях, девушках, друзьях. Это то, о чем мы сейчас говорим. Об отношениях. Вот так работают взаимоотношения. И мы пытаемся понять, как строить здравые отношения. Не получится, что вы сегодня домой придете, начнете вот так поступать, и все, завтра все поменяется. Не надо приходить домой мужу и говорить так, быстро садись, смотри вот видео. Мой совет это делайте постепенно, но постоянно. В первую очередь нужно разобраться с тем, что у вас внутри. Я рад, что вы счастливы, у вас хорошее время, но потерпите. Поэтому сначала обратите внимание на себя. И вот в этой незащищенности мы должны найти корень греха. Какие еще есть корни греха? Например, концентрация на себе, эгоистичность. Гордость. Давайте поговорим о гордости. Мы говорили о страхе и незащищенности. Но также гордость сюда относится. И, ну, гордость — это часто тоже безразличие. Ну, эгоизм. I want you to look up these passages and read them tonight. Посмотрите at home, you mean? Isaiah 14. You mean at home? Yeah. Verse 12. Исайя 14, 12. You mean they should read it at home? Verse 17. Okay, don't look at it now. Just write down the scripture. I want you to read it tomorrow. Okay, the next one. Ezekiel chapter 28. Verse 11 to 19. And then Jude, verse 5 and 6. Послание Иуды, 5 и 6 стих. Okay, so Isaiah chapter 14. Иуды, одна глава. Again, just repeat it please again. Okay. We're going to write it down this tongue? Какой Иуда? Тот, который не искорил. Okay, Isaiah 14. Исайя 14. 12 through 17. С 12 по 17. Это повторение. Не надо записывать два раза одно и то же. Помашите мне ручкой, кто еще живой. Yep, yep. Everybody have it? Okay. All right. So then Ezekiel 28, verse 11 to 19. And then Jude, verse 5 and 6. So Jude does not have one chapter. Okay, so these are all talking about Lucifer. Hey, lady, this is becoming disturbing to me. Could you leave the room and, you know, if she continues? No, no, I'm serious. I can't teach anymore. This is becoming a chapter. Man, man. Would you look at me please? Обратите внимание на меня. If you can't control your emotion, then you need to leave. Если не можете контролировать эмоции, то, пожалуйста. I've traveled about 10,000 километров to come here in Jesus. And I have only a few more minutes. Because people watching our video, God wants to do things in people's lives. And you're hindering the Holy Spirit. Sorry? You're hindering the Holy Spirit. Не мешайте Духу Святому. Okay, so if you want to work against what God is doing, then please leave. Не надо делать вещей против Бога. Лучше выйдите. You know, I'm all for having a good time. But if you want to just sit here and laugh, you're in the wrong place. Если хотите просто сидеть и смеяться, то неправильное место. Okay? Okay? No, no, I forgive you. We have to stop. Но остановитесь. Я вас прощаю. Просто остановитесь. Okay. Think about it. I've come about 12,000 километров, spent a lot of money to come and teach you. Я приехал сюда через 2000 километров и потратил много денег. Я не хочу, чтобы вы только смеялись и смеялись. Потому что люди еще будут смотреть. У меня одна жизнь. Okay? Okay, so there's something wrong in your heart that you're doing this. And you need to make it right, because you're not thinking correctly. Okay? But I'm not angry with you. But it's better to say it to you, because I think it's a problem not just today. Okay. All right. Thank you. Okay, so what was I talking about? You gave the, yeah, pride. You gave the passages. Okay, so in these passages, you see about Lucifer. And you see, why is the world the way it is? And you see, why does the world, why is the world so broken? And in these passages, God reveals something about what happened in Satan's heart that caused him to be like he is. And in these passages, God открывает то, что было в сердце сатаны, почему он поступил так, как он поступил. And that is a virus. And that virus has spread to all the world. And so if we can see what that virus is, then we can get free from it ourselves. And we can see great change in your life. Because, like I told you, why am I here? Because I want you to experience the future God has for you. Because I want you to experience the future God has for you. But that means, you're going to have to go on a journey and look deep within. But that means, you're going to have to go on a journey and look deep within. Right? And you're going to have to look deep in your own heart. And God wants to change some things that are in us that are not right. So that's why we talked about insiccurity. Because you know, you're going to have to go on a journey and look deep within. Because you need to see there's insiccurity and you need to feel secure in God's love for you. Because you need to see there's insiccurity and you need to feel secure in God's love for you. So that God can do some deep surgery in your heart. So that God can do some deep surgery in your heart. So here he talks about what happened to Lucifer. Now I want you to look at those verses. I want you to look at those verses. And tomorrow we'll talk more about them. And tomorrow we'll talk more about them. But in these verses it shows us what happens in Lucifer's heart. But in these verses it shows us what happens in Lucifer's heart. Somehow he thought, that he could take the position of God. Now, I don't know how that's possible. But that's what the scripture shows us here. But that's what the scripture shows us here. Right? So he became twisted in his thinking. And the Bible says that he became prideful. And Biblia говорит, что он стал гордым. Now, 1 John 2, verse 16, says this, that there are three things that control the world. This is the lust of the flesh, the lust of the eye, the lust of the eye, and the pride of life. And the pride of life. Еще хочу, чтобы мы прочли из Иова 41-й главы. And read about Leviathan. I know you're all very busy. We're here late at night, and you're working in the good time. But if it's possible, sometimes tomorrow read this before you come. Okay? Но если у вас будет время сейчас, то прочтите, пожалуйста. Job 41, chapter 41. 41-я глава. Read about Leviathan. О Leviathan. Okay? If you don't have time to read it, don't worry, we'll talk about it. But it will benefit you if you read it first. But it will benefit you if you read it first. Now, pride is one of the roots of sin. И гордость — это один из корней греха. Leviathan. А? Это прочтете. Но это... They ask, who is this creature? Like, what is this creature? Well, that's what we're going to talk about tomorrow. Завтра пообщаемся. Okay? So, but read the scriptures. But it's a good question, because that's what we're going to talk about tomorrow. Еще раз прочтите, и поговорим завтра. All right. So, let me show you some principles about pride. I would like to talk about that tonight, but we won't have time. So, let's talk about a few other things while we still have a little time. Okay, five minutes. All right? Yeah, chapter 5, verse 5 and 6. 1 Петра 5, 5-6. Okay, in both of these scriptures, it says, God gives grace to the humble, but He resists the pride. И в обоих местах Писания говорится, что Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. God gives grace to the humble, but He resists the pride. So, when you see the word grace there, what is that talking about? The way that word is used in the New Testament is it's giving you what you need. So, if you need wisdom, that's grace. If you need strength, that's grace. Right? If you need provision, that's grace. If you need guidance, that's grace. Если нужно водительство или направление, то это благодать. There's a difference between grace and mercy. Есть разница между благодатью и милостью. And so it says, God gives grace to the humble. И говорится, что Бог дает благодать смиренным. So, it would probably be a wise thing for us to learn to be humble. И поэтому было бы очень мудро научиться быть смиренными. И таким образом мы получали от Бога то, что нам действительно нужно. See, Jesus said, learn of me. Learn from me. I'm humble. Ишуа говорит, научитесь у меня, потому что я смирен сердцем. So, humility is something you learn. И смирение — это то, чему мы учимся. It's a process of learning. And so, if you learn humility, you receive more and more from God. Чем больше вы учитесь смиряться, тем больше вы получаете от Бога. See, lots of people are wanting things from God, but they don't want to learn humility. Многие люди хотят, чтобы Бог им дал много вещей, но они не хотят учиться смирению. And instead, they're proudful. And here it says, God will resist you when you're prideful. So, what does it mean he resists you? The opposite of grace. You don't get the wisdom you need. You don't get the provision you need. You don't get the strength you need. You don't need the help you need. Your life isn't working the way it should. Because you're controlled by pride. So, like insecurity, pride is a big, big, important issue. And how незащищенность, гордость такой же очень имеет большое значение. We're going to take a deeper look at what is pride, how to see it in our life. So that the Lord can free us from that ugly thing. And what happens is, you start experiencing more and more and more of God in your life. You start seeing more power in your life. You start seeing more wisdom, you start seeing more provision, you see more grace. and life gets better. But if we don't deal with pride, we live in the desert. Rise up. It becomes difficult. It's difficult every day. каждый день and that's where a lot of people are living. And that's where a lot of people are living. But God wants your life to be filled with joy. And God wants your life to be filled with joy. And God wants your life to be filled with joy. With peace, with love, right? Patience, goodness, love, all these things. It's truth from the Spirit. And so, when you look at these passages that I gave you about Lucifer, try to see, what are some of the characteristics of pride? In these passages, what do you see? Now, to answer your question, as I finish, Leviathan, it says in the end of Job, it says, he's the king of all the sons of pride. Говорится, что он царь всех сынов гордости. And then write down Isaiah chapter 27, verse 1. And it says who Leviathan is. Там тоже написано, кто такой Leviathan. It says, it's the surfeit. Isaiah 27, 1. Что? Нет. Okay, so Isaiah 27. She asks, is it the same as Lucifer? Yeah. Ну, да, извините, я ошибся. Yeah. See? Leviathan is the surfeit. The lucifer. Surfeit? The snake. А, он этот, ну, как пресмыкающийся, ящерица. So, when you see him talking about Leviathan, and you look at all that it has to say, and then you see he's the king of the sons of pride. И он царь, когда вы увидите эти стихи, вы увидите, что он как царь сынов гордости. And then Isaiah 27 is very specific. It says, it's the devil. И Сая 27, 1. четко говорится, что это, да, это дьявол. So, what is he called? The king of the sons of pride. И он назван царем сынов гордости. Okay, so as we end, in other words, this is what it's saying, is that if we have pride and we're controlled by pride, who's the king over our life? тот царь в нашей жизни. Дьявол. Он тот, кто контролирует вас. And so, that's how he controls the world. Вот так он контролирует мир. Он заставляет людей чувствовать себя гордыми. А когда мы полной гордости, что мы делаем? We're bowing to the devil. And now he's контролирует нас. He's the master. He has authority. He has authority. But when we learn to walk in humility, we're bowing to Jesus. We bowing to Jesus. And then he is our king. He's the one in control. He's the one that has authority. He's the one, that has authority.